Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Ну да, тяжело было. Переход с натурального на искусственное, думаю, сказалось. И второе, то что сказалось, что в команде сейчас такая атмосфера не очень положительная. Вот я думаю, две причины. Сейчас разговаривали с руководством, сказали, что в пятницу собираются в Рыбнице местные мэры, еще кто, я не знаю кто, и будут решать, что будет с командой. И после этого решение уже будет известно. Ливодару сказал на вчерашней пресс-конференции, что игроки из «Кристалли» очень слабого уровня, и они должны платить деньги клубу за то, что они там играют. Как вы это прокомментируете? Я считаю, что это неправильно, потому что игроки из «Кристалли» выигрывали второе место, третье место, выигрывали кубок, играли в Еврокубках. Не сказать, что они плохо там играли, выступали в Еврокубках нормально для уровня из «Кристалли». То, что он сказал, это его, наверное, личное мнение. Просто его уже никто не воспринимает, что он говорит. Уже, что человек говорит, это все мимо, получается, для нас, для команды. Зачем вообще приходит, если уровень плохой игроков? Зачем вообще приходит и становится президентом? Наверное, он такой же футболист, ой, футболист и президент, как и игроки, если уже так говорить. Скажу так, у нас калькифс хороший собрался. Просто вот, ну, руководство чуть-чуть подводит нас, и выходим прямо для себя, просто для себя, для волейщиков, для города. Человек, который у нас, ну, вот, называется президент, и, наверное, таких людей нельзя подпускать в футбол. Он не помогает команде, он, наоборот, его на дно тащит. Ну, потому что он только обещает. Обещает и за свои слова не отвечает. Завтраками кормит. Леводару лично обещал, что подаст? Ну, конечно. Сказал, все будет, будет спонсирование, все будет хорошо, ребята. Четыре месяца не дают ребятам зарплату. У нас даже, вот, людей даже нет на дорогу поехать. Ну, вот, вернуться, допустим, нас собирают послезавтра на тренировку. Нет людей даже на дорогу.